особенно в социальных сетях. Однако, работая во всех перечисленных информационных средах, христианин призван самим Богом осознавать высокую ответственность за задержание, а также стиль своих высказываний, пусть даже и находящихся в полемическом контексте. Мы не должны давать повода для упрёков тем, кто ищет повода. И задача миссионера заключается не в том, чтобы победить в диспуте, или тем более на телевизионном шоу. А чтобы своей личностью, своими словами, своей мудростью, своей любовью привлечь людей. Потому что нередко победа в дебатах означает полную потерю возможности для побеждённого оппонента принять Христа. А когда смотришь телевизионные дебаты, то видишь, что это ярмарка тщеславия. Ведь не столько аргументы, сколько крик, эмоции, подавление противника. И всё это диктуется не столько желанием добиться результата, некоего согласия в группе состязующейся, как показать свои собственные способности раздраконить, раздарбанить противника. Вот если в этом участвует священник или миссионер, горе ему. Потому что он закрывает перед побеждёнными, в случае, если он победил, всякую возможность обратиться ко Христу. Этот побеждённый человек с комплексом побеждённого и недовлетворённого выйдет из телестудии, и перед ним навсегда закрываются двери цепок. Поэтому я призвал бы очень осторожно участвовать в разного рода диспутах. В спорах истина не рождается. Она рождается в серьёзной дискуссии, которая структурирована, которая направлена на выяснение конкретной проблемы, когда даётся возможность высказаться всем, когда подвозятся итоги. А когда просто народ кричит, горлом берёт или блеском своей эрудиции, то не всегда эта эрудиция приводит к достижению искомого результата. И если мы можем с этим мириться по необходимости, наблюдая многочисленные телебаты на телевидении, то мы не должны идти на поводу у этой моды и включать свои миссионерские усилия в такой очень опасный контекст.